Ну что, всем доброго дня! С вами снова МЗАП. Сегодня я расскажу вам о том, какие приблизительно необходимо делать вложения на машине от 250 тысяч до 300. Опять же, если вы только купили ее или вообще в целом, то есть она у вас есть, и вот на пробеге. Ну, с примера возьмем мою Sorento BL, про которую мы снимали уже программу. Что вложить пришлось мне, то есть что сделать? Купил я ее получается на 260, сейчас 290. Вот вроде бы 30 тысяч, основные все ремонты я сразу же сделал, то есть какие-то были мелкие. И что мне пришлось сделать еще за 30 тысяч? Вот полтора года я проехал 30 тысяч, ну в основном у меня Москва, Московская область, и то дом работает. Ну вот так, ездим. Первое, что тормозные диски, да, диски пришлось сменить в круг. То есть менялись передние диски, менялись задние. Также колодки, все обслуживалось. Была неприятная такая, однажды можно сказать, момент неприятный. У меня на 270 лопнул тормозной шланг. Вот он, шланги стоят оригинальные, новые. Каждый шланг приобретался по 9300 или 9500. То есть шланг. С приводов, ну в принципе с полного привода я ничего не делал. Сейчас очередной ремонт, который сейчас производится, покажем. Допустим, сзади я менял амортизаторы. То есть также тормозные диски, перебирал суппорт задний правый. Вот, отбойнички знаем, да. Вот здесь вот отбойничек вот один новый ставил. Также сгнили трубки тормозные, что очень часто происходит на, не важно, дизельная, бензиновая машина, трубки тормозные заднего контура. Вот, если сюда заглянем, видите, изготавливали, то есть эти трубки я менял. У многих они сгнивают на этом пробеге. То есть советую заранее залезть туда или там при обслуживании, то есть в каком-то техническом центре глянуть, что и как они выглядят. Потому что они лопаются в самый неудобный момент. То есть мы едем-едем, нажали на тормоз, и у нас их нет. Также много раз было прямо здесь происходило. У нас в техцентре приезжает клиент делать одну работу, а выходит так, что приходится оставлять машину для замены трубок. Ну вот сзади у меня где-то примерно диски, амортизаторы. Опять же заказывал я, обошлись что-то в районе 18 тысяч, то есть в круг. Опять же у меня был ремкомплект для суппорта. В суппорта я ставлю только оригинал, потому что неоригинальные ремкомплекты, которые идут в коробочке полностью, они как правило либо работают недолго, и еще вариант они течет сразу, либо кольцо меньше диаметром, то есть именно сам сальник, пыльник, очень сильно приходится мучиться при сборке. Вот, поэтому я только оригинал. Колодки тормозные все стараются ставить в Мондо, то есть они стираются быстро, но при этом они мягкие, они не пищат, они не портят тормозные диски, лучше чаще менять колодки, обслуживать все, и все будет работать и ходить. Потому что если поставить какие-то жесткие, они проходят 40 тысяч, но уже на пробеге через 40 тысяч там все закиснет, и вам надо будет направляющие, пыльники, то есть может быть и сгорят также сточатые диски. По амортизаторам, тоже на БЛ, я, то есть вот уже по своей практике, тоже ставлю Мондо, что задний, что передний. Дело в том, что там саксовские сейчас вообще испортились, оригинал мы не берем, потому что слишком дорого, это очень дорого, то есть берем аналоги какие-то. Каяба есть, да, хорошие, вопросов нет, но для города они жесткие, то есть многие ставят, хороший, качественный, но жесткий. Чтобы было хорошо и комфортно, вот выбор это Мондо, то есть я бы так сказал, цена и качество. Может быть кто-то сталкивался и скажет, да что-то, Мондо это ерунда. Да, я согласен, вот полностью у всей производителя Мондо, у него очень много запчастей, есть очень плохого качества. Такие как, я не знаю, там, помпа, рулевая рейка, вот у нас, допустим, в практике, они плохого качества. Ну вот, если брать по стойкам, по колодкам, то есть вопросов нет, да, какие-то есть моменты. Так вот, там, опять же, смотрите, я скажу примерную стоимость, то есть что там у нас, да, работу я делаю сам, то есть сервисы, опять же, мне дают подъемничек, подъемничек, и я на нем работаю. То есть, опять же, делаю это в выходной день. По передку также здесь ставил шланг, менял стойки стабилизатора уже второй раз, то есть за 30 тысяч я уже сменил их второй раз. То есть стойки, втулки, эта вещь недорогая, но зато, когда вы меняете, это комфорт, то есть это прям комфорт. Рулевая тяга тоже, опять же, вот смотрите, был готов, я заранее собрал какое-то количество запчастей, какое-то было на складе, и вот сегодня начал разбирать и сюрприз, то есть рулевая тяга еще и левая, то есть у меня была только правая, с левой было все в порядке, а сегодня мы ее сняли, там спустя месяц, да, и уже все, теперь уже стучит левая. Каждый раз, каждый раз, как я приготовлюсь к ремонту, заранее я планирую его, покупаю запчасти, приобретаю, то есть беру какой-то свободный день, вот, именно в выходной, то есть планирую, я вам так скажу, каждый раз, когда я сюда залазю, делать работу по планам, я нахожу новую. Вот сегодня, допустим, рулевая тяга, и сегодня на 290 на заднем кардане начала разваливаться крестовина, что я с ней делать буду, не знаю, может быть, это будет новый оригинальный кардан, который стоит 48 тысяч, не знаю, может быть, я отдам его в ремонт, может быть, я его перестучу как-то, вот, не знаю, пока, я увидел сегодня в шоке. Вообще, в целом, карданные валы, что передние, что задние, у нас обслуживаются как крестовины, то есть смазываются, на заднем у нас только одна точка, это шлицевая смазывается, на переднем кардане полностью обслуживается, то есть каждую замену масла я стараюсь 5-7 тысяч менять, но, опять же, мне дешевле масла, я сам меняю, и мне есть где сменить, поэтому, и ездию я в год мало, поэтому, ну, вот так, 5-7 тысяч, вот, и поэтому даже каждые там 5-7 тысяч я обязательно шприцую карданный вал, то есть, передний и задний обслуживаю. Дальше, что, сегодня будут вот амортизаторы меняться, самая главная проблема всего, а, я буду менять саленблоки передних, нижних рычагов, вот он, рычаг, да, я хотел сперва купить рычаги новые, но нет, то есть, они оторваны прям полностью, у меня, то есть, такое ощущение, что их никто никогда не менял, то есть, я, наверное, первый, даже там вон Киа стоит, шаровые тоже я ничего не трогал, не менял, правый рычаг, с трудом болты вылезли, сразу приобрел все болты, то есть, тут два левых, два правых, развальные, а вот левую сторону придется пилить, будем все разбирать, распиливать, выпрессовывать саленблоки, запрессовывать новые, также я сегодня сменил турбину, у меня был такой, знаете, франкенштейн, китайскую я не хочу, оригинальный, кстати, на днях мы искали, если заказывать с Кореи, она стоит 72, здесь в России самая низкая цена 150, оригинальная BorgWarn, то есть, или Mobis, то есть, и она всего одна в Москве, поэтому это не вариант, я на разборке купил хорошую, качественную, то есть, проверил, качественную купил, но я купил, сделали скидочку, у нее был неисправный актуатор, актуатор я снял со старой, потому что старая, говорю, там был вообще горячая часть от одной, холодная от другой, картридж был джерун, не знаю, мне кажется, китайский актуатор тоже, и работает, я вам скажу, так, средненько, хоть я ее крутил, настраивал, не то. Дальше, я, наверное, так скажу, к дню рождения, сделал себе подарок, подарок, смотрите, я приобрел новый, оригинальный интеркулер, вот, он стоил где-то порядка, там, 30, вот от него вентилятор, он стоил в районе 30, там, 28, нашли мы его, ребята, за 23, 3400, и вот, вчера, привезли мне, то есть, купил, снял весь пакет, он немного подтекал, справа и слева, но, так как ставлю другую турбину, решил все сразу сделать, обязательно при, если пробег, там, более 2-3 тысяч, мне и масло, то есть, весь пакет полностью вытащил, пакет весь, еще раз промыл, хотя там, немного было грязи, и вот, смотрите, если вы заметите, я не мыл, да, вот у меня вот, патрубки, все сухие, и вот, смотрите, сюда еще тоже, видите, то есть, везде, нигде нет масла, потому что я хомуты взял, вот эти стальные вытянул, и хомуты, вот это, это корейские, это от Соренто, только от HB, HAA, HB, более современные, то есть, от 2,2, со старых патрубков лопнутых, я взял хорошие широкие хомуты, поставил, и все, вопросов, проблем нет, да, у меня буквально, тысячи здесь назад, лопался вот этот патрубок, нижний, нижний левый интеркулера, он лопался у меня, и обошелся он мне 3200, это, наверное, самый дешевый, потому что они есть и по 4, и по 5000, то есть, что еще, что еще у меня ломалось, ну вот, диски, колодки, зад, перед, вот сейчас амортизаторы, в круг, и все это я смениваю не просто так, от того, что мне делать нечего, или, допустим, возможность какая-то, нет, они не держат, то есть, это все не работает, то есть, уже, езда уже превращается в мучение, если мы двигаемся на дальние расстояния, то есть, по городу еще как-то так, а вот на длительное расстояние уже, конечно, момент, так, что, рычаг, рычаг будем пилить, сайлентблоки будем переставлять, рычаги тоже сейчас очень дорого стоят, очень дорого, по передней части, вот тогда мне тоже вышло, два тормозных шланга, колодки и тормозные диски, тоже что-то в районе 19 тысяч, даже больше, что-то 25 что ли, потому что один шланг там был, что-то 9 с чем-то был, то есть, довольно, дорогое удовольствие, я бы так сказал, полностью будут меняться жидкости, то есть, охлаждающие, с цепьями, роликами, а еще, кстати, я менял, опять же, менял полностью комплект, приводной ремень, плюс ролики, за эти 30 тысяч, буквально недели две назад, я менял клапан управления турбины, ставил оригинальный, очень дорого, 7 тысяч, 140 рублей, да, 140 рублей, то есть, клапан управления, ну, это был такой эксперимент, я уже был на отчаянии, да, стало лучше, но основная проблема у меня именно в турбине, так, что, что еще, в целом, в целом, машина, за тот период, который эксплуатировал полтора года, меня все устраивает, особенно, я в восторге, в зимний период, когда, когда, то есть, много снега, там, весной, осенью, много грязи, это вообще просто, машина, просто супер, и также, также есть моменты, где я ее немножко доработал, смотрите, во-первых, на Kia Sorento BL, на дизельный, есть такая проблема, что педаль тормоза, там, со второго, третьего качка, она становится жестковатой, неважно, что работает вакуумный насос, насос вакуумный я брал от, я заменил его, он точно такой же, только по производительности больше, брал 700, поставил сюда, то есть, по объему стоял узенький, теперь я поставил широкий, и проблемы с тормозной системой шли полностью, запуск, запуск в зимний период, свечи, накала, вот эти NGK, Euro 3 и Euro 4, я выкинул, и поставил от Euro 5, Grand Star X, беру, беру, да, фирму беру, да, там комплект стоит 13 тысяч, если обычный NGK, он стоит там на 2,5 до 5 тысяч, то, беру, то есть, Euro 5, они стоят уже 13 тысяч, да, я вот ее поставил, там, дело в том, что нагревающий элемент, он больше, толще, то есть, они сюда подходят, встают, только единственное, что необходимо, когда мы вытаскиваем старую свечу, там внутри есть сажа, ее, электрод, четверку берем, счищаем, и все, и он постановится, и заводится она у меня в любовь и мороз, неважно, минус 30, минус 35, то есть, заводится без проблем, никаких проблем вообще нет, то есть, к чему мы идем, мы идем к тому, что каждый раз, там, буквально каждые 3 месяца, или, допустим, каждые полгода, при том, что-то вылазит, что-то отваливается без конца, то есть, постоянно, то есть, я имею возможности, то есть, руки, это тех центров, где я могу сделать, и я все равно, то есть, не успеваю, то есть, делаю одно, накапливается, потом второе, третье, четвертое, то есть, если у вас авто уже с пробегом, то будьте готовы, чтобы приехали в сервис, и вам накатают вот такой списочек, выберите из него самое там критичное, можно спросить у мастера, то есть, тот, кто будет вам смотреть, сказать, что можно в первую очередь сделать критично, потому что сейчас дорога работа, дорого запчасти, запчасти, если брать недорого, то это будет, скорее всего, какой-то, хуже, чем старые, да, это будет прям, вообще ужасная вещь, поэтому, здесь уже лучше подождать, то есть, скопить какие деньги, взять более какой-то качественный аналог, в целом, хочу вам сказать, что если вы запустите свою машину, будете откладывать, то потом сделать будет очень тяжело, это будет большая крупная сумма, это будет длительное время, опять же, машины с пробегом, там, допустим, десятого года, запчасти уже не все в наличии, многие запчасти под заказ, поэтому все нужно делать своевременно, иначе вытянуть оттуда ее будет уже очень сложно, не запускайте ваше авто, обслуживайте его своевременно, то есть, и все будет хорошо. Продолжение следует...